Всем привет, друзья, ребята, с вами Веранка, и мы с вами продолжаем, как всегда, серию гайдов на серию игр Half-Life. Сегодня нашему вниманию с вами выпало это Half-Life 2, и сегодня мы с вами будем превращать нашу игру просто во что-то новое и невообразимо прекрасное и замечательное. Ведь сегодня мы с вами превратим наш Half-Life 2 в так называемый неофициальный ремастер, установив на него улучшенные HD текстуры и HD звуки. Да, у нас с вами до этого был гайд от, как-то он там назывался, Deep Purple, по-моему, который увеличивал текстуры просто в 4 раза, но сегодня у нас с вами коснется все не только улучшение текстур, а также помимо этого это HD звуки, соответственно, также дополнительные шейдерные эффекты, эффекты постобработки, всякой-всякой всячины, всего будет просто навалом, целая куча всего. То есть, если там были только текстурки, то здесь у нас подкрутится теперь абсолютно все, поэтому это как дополнение к предыдущему гайду на эти текстуры, но не надо пытаться все ставить одновременно и то и другое, потому что иначе это может вызвать графические баги, и также настоятельно разработчик данного мода не рекомендует устанавливать помимо данного мода какие-то либо еще совместимые со следующими. Half-Life 2, Half-Life 2 Update, Half-Life 2 эпизод 1, Half-Life 2 эпизод 2 и также совместимо с Half-Life 2 Momod, кажется. Насколько я помню, люди писали, что все работает, но Momod лично я не проверял, я проверял только Half-Life 2 и Half-Life 2 Update. Как сообщает сам разработчик, первые и вторые эпизоды точно также должны вроде как работать и все должно быть в порядке. Однако есть некоторые подноготные моменты, о которых я сегодня хотел бы вам поведать. Но прежде, где же взять игру? Бывают люди спрашивают, у нас с вами есть несколько вариантов. Первый это купить игру в самом Steam, так как у нас с вами Valve никаких санкций не выписывала, не создавала, есть прекрасная возможность купить игру напрямую. Второй вариант купить по ссылкам в описании под видео на SteamBile на плате маркете, не только Half-Life, но и множество другого лицензионного контента на любые платформы, причем работают санкции, главное описание, внимательно читайте, там все написано по поводу особенно регионов. И третий вариант это искать где-то игру самостоятельно. Ну что ж, у меня игра была куплена в Steam, это Half-Life 2. Однако есть некоторые моменты, вы можете установить не Half-Life 2, а можете установить Half-Life 2 Update. Если у вас есть наличие лицензионной версии, она несколько подулучшена внешне, но там есть тоже некоторые подноготные моменты, я вам рекомендую поставить все-таки Half-Life 2 Update. Как это сделать? Переходите в магазин, просто вводите Half-Life 2 Update, оно полностью бесплатное для всех тех, у кого в наличии имеется обычный Half-Life 2. Half-Life 2 Update это, по-моему, дело Valve, вроде как несколько доработали там освещение, но всякие-всякие определенные моменты. Просто нажимаете добавить в корзину, установить, добавить в библиотеку, нажимаете кнопку установить, у вас все устанавливается. После этого также вы можете заодно нажать установить на Half-Life 2, обычным стандартным, потому что у нас с вами будет возможности играть в целом на разных версиях этих самых улучшенных текстур. Просто на Half-Life 2 Update, к сожалению, не работает версия 1.3. Сейчас об этом чуть подробнее я вам поведаю и расскажу. Примерно вот так должна будет выглядеть у нас с вами наша игра. Это плюс-минус примерно значение, которое вы можете просто получить по окончании установки всех улучшенных HD текстур. То есть это вот приблизительно, повторюсь, то, что может из этого выйти. Думаю, что многие оценят. Тем более, что очень мало людей, к сожалению, знают об этом моде и об этих улучшенных текстурах. Самая главная проблема, с которой вы столкнетесь, это загрузка. Да, по времени придется потратить вам очень немало времени. Все это занять может в районе 3-5 часов. Поэтому будьте готовы к тому, что, да, будет все это очень долго. Ну, а сейчас чуть подробнее об этом мы и поговорим. По ссылке в описании под видео вы найдете прямую ссылку на сайт memod.db.com. Только официальные источники, то есть мы не будем с вами скидывать какие-то либо другие сайты. Может, где-то еще, конечно, он размещен. Но, дабы избежать каких-то либо вирусов и прочих проблем, мы с вами беремся только, повторюсь, официальных источников ради безопасности данного гайда. Значит, у нас с вами имеется, сразу же по ссылке, как только вы переходите, открываются здесь три вкладки. Half-Life 2 HD Remastered Texture Pack версии 1.1, версии 1.2 Standalone, версии 1.3 Possible Final Version, Hell 2 Remastered Momod Weapons, HD Combine, HD Items. Дополнительно будет еще вкладка Addons, но о ней мы поговорим позже. Значит, следующие моменты. Во-первых, что они из себя представляют? И нужно ли качать полностью все эти версии 1.1, 1.2, 1.3? Нет, не нужно качать все абсолютно версии, но есть некоторые проблемы. Во-первых, версия 1.3 Possible или Final Version не работает на Half-Life 2 Update. Как только вы будете заходить в главное меню, у вас будет появляться ошибка об отсутствии файла, связанная с бэкграундом, то есть с задним экраном. И по этой причине просто-напросто игра у вас не стартанет. Помимо этого, версия 1.3 имеет проблемы, связанные, когда вы дойдете до Равенхольма. У вас будет появляться ошибка Engine Error, как описал один из людей. И тут ему написали совет, как ее можно исправить. Это выполнить быстрое сохранение перед возникающей ошибкой в Равенхольме, либо в другом любом каком-то месте, в котором у вас появится какая-то ошибка в игре, и игра будет вылетать. После этого вы удаляете эти самые G-текстуры. Затем дополнительно... Дополнительно... Вы проходите это проблемное место, допустим, до какого-то следующего чекпоинта, или вообще до следующей локации, ставите обратные G-текстуры и играете дальше. К сожалению, разработчик давно не отвечает на людям на комментарии, поэтому связи с ним абсолютно никакой нет. Подсказать он вам ничего, увы, не сможет. А дальше дорабатывать текстуры он не брался. Увы. Так что, что имеем, то имеем. Поэтому версия 1.3 является проблематичной, однако в версии 1.3 было добавлено еще больше эффектов, помимо первой и второй версии. Исправлены ошибки, связанные с первым эпизодом. И добавлено множество разных других эффектов. При том, что версия 1.3 у нас с вами весит примерно в 2 раза или в полтора раза больше, имеет примерно на 5-10 тысяч файлов больше, нежели чем версии 1.2 и 1.1. То есть, получается так, что здесь эффектов намного больше, всяких классных крутых было фишек понадобавлено, поизменено, однако не работает на Half-Life 2 апдейт, и при этом могут возникать какие-то ошибки. То есть, более стабильной, по идее, должна быть версия 1.2. Либо вариант, можете поставить версию 1.1. В принципе, с ней тоже все работает вроде как великолепно и прекрасно, однако в версии 1.2 были пофиксены некоторые определенные моменты, и, как сообщается, здесь также были добавлены некоторые звуки. То есть, все-таки версия 1.2, наверное, будет более стабильной. Но тут уже на ваши выборы я вас предупредил, чтобы вы просто были в курсе, что за все возникающие ошибки, баги и прочие проблемы я никакой ответственности не несу. И все это только... Вот. Все вопросы к своему разработчику. Значит, как выполняется загрузка? Вы выбираете желаемый для себя HD текстурпак. Это пока что текстурпак, конкретно общий для всей игры в целом, огромный. По поводу других файлов сейчас поговорим. Ну, допустим, пускай будет версия 1.2. Я открываю версию 1.2, у меня открывается страница. Затем я нажимаю кнопочку Download Now. Открывается вот такая вкладка. Если скорость будет слишком медленной, сразу вас предупреждаю, что либо автоматически начинается загрузка, либо нажимаете там на надпись. Загрузки, если она автоматически не началась, скорость всего лишь 250-350 кБ в секунду, если вы находитесь на территории стран СНГ. Я не знаю, почему это уже такое давно действует. Если вы находитесь на территории стран Евросоюза, либо же Америки, то у вас скорость будет заметно выше, и, скорее всего, скачается все очень быстро. Вы выбираете желаемый сервер. Ну, наверное, самое лучшее это EU, европейский выбирать, и нажимать загрузить. Проверяете скорость загрузки, чтобы она была более-менее приемлемой. Повторюсь, ждать придется долго. 4-5-6 часов. Возможно, даже 6 может занять. Значит, одновременно можно скачать и другие файлы. Давайте об этом тоже поговорим. Это самое основное просто. Это основа основ для текстур пака. Это именно версия 1.1 или 1.2 или 1.3, там, допустим, потому что это вот пак огромный. Затем, когда у вас сейчас начинается загрузка, допустим, пускай будет версия 1.2 стендалон, я перехожу к загрузке следующего. Это Hale 2 Remastered Momod Weapons. Это улучшенные звуки для оружия, также совместимые с модом Momod. Если кому-то хочется поставить HD-звук, собственно, что я тоже хотел бы сделать на оружие, но он несколько поменяет звук вашего оружия. Это стоит обязательно учесть. То мы с вами также нажимаем Download Now. По такому же принципу выполняем загрузку. Весь архив примерно 300 мегабайт. Затем мы с вами выполняем загрузку HD Combine. Если вы хотите поставить более улучшенный внешний вид комбайнов в HD, то вы можете также скачать этот архив. Весь там примерно 106 мегабайт. Дополнительно HD Items. Это текстуры, так сказать, предметов в высоком разрешении. Такие как патроны, аптечки, к примеру, заряды для костюма и прочее-прочее. То есть вот такие вот маленькие, мизерные какие-то моментики, но тоже несколько подлучшат графику. Я это тоже все скачивал. Все это ввесь тоже в районе 150 мегабайт. То есть того мы имеем с вами в районе около 5 гигов. Следующая это вкладка Addons. Дополнительно мы с вами можем поставить еще заодно HD звуки. Это HD Sounds. Все остальное ставить... Сейчас еще про Half-Life, Alex, текстуры вам скажу давайте. HD Sounds у нас с вами... Которая в себе имеет примерно 230 мегабайт. Сразу вас предупрежу, что возможно несколько у вас поменяются... Звуки и что здесь у нас с вами пишет разработчик. Что данный мод предназначен только для установки на оригинальную игру, без каких-то дополнительных модов. Особенно на всякие разные другие текстуры и какие-то либо другие виды оружия, потому что это может вызывать разного рода сбои и подобное. Также у нас с вами разработчик сообщает, кроме этого мод является автономным, что означает, что для его работы не требуются какие-либо другие файлы. И он не должен быть в ММОД. То есть в данном случае то, что мы с вами видим, что данный HD звук возможно не будет работать в ММОДе, если вы будете его использовать, не рекомендую его ставить. И дополнительно, если вы хотите поставить только HD звук, скачать можно только лишь этот архив HD Sounds. И все. Только на HD звук и больше ничего. Он является автономным, если хотите. Мы дополнение ко всему просто его вместе добавим с вами. Вот и все. Примерно 230 мегабайт. Того мы имеем с вами примерно в районе 6 гигов. Плюс-минус где-то архивов. Дождались полной загрузки. Значит, у меня имеется первая версия 1.3. Я сюда перенесу в сторонку. Они мне не нужны. По поводу HLA. Простите, пожалуйста, я вам не сказал. Это улучшенное отражение находится в аддонах. Это, если вы хотите, это ставить не обязательно. Улучшенное отражение было взято из Half-Life Alyx. В данном случае это вот типа бликов, там с окон и всего прочего. В данном случае, если вы не хотите это устанавливать, то скачивать это также не обязательно. То есть просто как дополнительный эффект, который разнообразит внешний вид вашей игры. Да что ж ты со мной делаешь в конце-то концов, а? Вот. Half-Life Alyx текстуры 4HL 2. Весит все это примерно так же 130 мегабайт. По картинке, собственно, ну вот вы видите, то есть вот от бликов, не отражения и прочее. Если вам это не надо, то вы можете этого просто-напросто не скачивать. То есть тут как хотите, сами для себя решайте, что для вас будет необходимо и не будет необходимости. Значит, в сумме примерно у вас должно быть получиться, возможно, как и у меня, 6 архивов. Но, однако, прежде чем приступать к установке, хотелось бы немного вспомнить то, как у нас с вами выглядела игра до установки HD текстур с HD звуком. Внимание на экран. Ничего, сверхъестественное, простое главное меню. Мы помогали людям сбежать из города пешком, через старые каналы. Это опасный путь. Кажется, мы наконец-то придумали кое-что получше. Давай я куплю тебе воды. Немножко стрельбы. А теперь давайте приступим к установке, наконец-таки. Итак, все папки успешно готовы уже к распаковке. У нас с вами это 6 архивов, примерно плюс-минус. Мы заходим с вами в папку, установленную игрой. Я напоминаю еще раз, это Half-Life 2 или Half-Life 2 Update, или Half-Life 2 Episode 1 или 2. Либо Half-Life 2 Mod, если вы его ставили. Но здесь будьте аккуратнее, осторожнее, потому что для сторонних каких-то модов, да, например, HD текстуры, они, ой, это HD звук, могут работать не совсем корректно. Другой момент. Если у вас вдруг русифицирована часть хотя бы текстур, у меня часть текстур вообще откуда-то были русифицированы, непонятно откуда, то любая установка HD звука, либо HD текстур могут несколько сказаться на русификаторе, допустим, озвучке. Но вряд ли здесь кто-то озвучку увеличивал в качестве. Поэтому в данном случае, надеюсь, что никак у нас с вами наша озвучка не пострадает, включая также текстуры. Хотя они, ну, я имею в виду перевод текстур, вряд ли кого-то это будет особо интересовать. Ну что ж, начинаем с самого первого, самого большого, самого тяжелого, так скажем, архива. Это версия, я выбрал 1.2. Напоминаю, как по мне, она, по-моему, является более самой стабильной, ну, худо-бедно, по крайней мере, нежели чем другие. Значит, мы с вами зашли в папку Half-Life 2 Update, затем папка Hell 2, затем у нас с вами здесь множество папок. Нам нужно либо создать папку Custom, либо папка должна уже быть у нас с вами изначально, вот так она должна называться. Либо вы создаете, правая кнопка мыши, создать и создаете название Custom, именно так, как она есть вот здесь. То есть ничего тяжелого. Затем мы с вами просто открываем версию 1.2, открываем папку Custom и переносим сюда. Есть два архива, версии 1.1 и 1.2. Предполагают BF3 Muesli Flash опционально и Half-Life 2 Remastered Vanilla Texture Pack версии 1.1. Не обращайте внимания, что здесь 1.2, здесь 1.1, это 1.2, просто разработчик название не поменял. Что такое BF3 Muesli Flash опционально, optional? Это какое-то заменение, я так понимаю, текстур, по-моему, и какого-то звука для некоторых пары, там, по-моему, тройки единиц оружия, делая звук из Battlefield 3. Это, если хотите, можете сюда закидывать, хотите, можете не закидывать, то есть какой-то звук просто для какого-то определенного оружия у вас поменяется. Распаковка может занять приличное количество времени, поэтому дожидаемся, пока у нас с вами будет полностью обработано все. И затем мы с вами приступим к установке HD Overhaul Mmod Weapons, то есть это замена HD оружия. Сразу вас предупреждаю и напомню также, что HD Overhaul Mmod Weapons, по-моему, вроде как делает или добавляет в игру, или, точнее, заменяет оружие из версии игры Mmod. Мод, это, кто не знает, такой довольно большой, очень популярный мод, я лично в него, честно, не играл, заменит оружие на изммод, то есть также с HD текстурками поставят, если вы не хотите, можете его не ставить. Возможно, что, скорее всего, у нас с вами еще и звуки могут, да, звуки для оружия тоже поменяются, поэтому этот факт, пожалуйста, учитывайте. То есть в данном случае, как написано было также дополнительно, что HD Sounds у нас с вами может быть несовместимым с HD Overhaul Mmod, и поэтому в данном случае, возможно, вам придется выбирать. То есть либо вы ставите HD Overhaul Mmod Weapons, либо же HD Sound. То есть если вы не хотите, чтобы звуки были к стрельбе взяты из Mmod, то просто ставьте HD Sound. То есть тут как хотите. Вот, собственно, у вас вот на выбор. Давайте перенесу сюда, не перенесу, не переносу, к сожалению. Решайте сами. Я лично, повторюсь, в Mmod не играл, просто увеличив качество звука, вот, ну, честно, не знаю. Давайте из Mmod попробуем добавить. Вроде как-то они тоже неплохо улучшены, тем более, что в HD еще не просто из Mmod, а еще в HD были переведены. Поэтому в данном случае вот HD звук мы с вами сюда вот опустим, пускай. Давайте открываем в своем следующий архив. Это HD Overhaul Mmod Weapons. Либо на выбор HD Sound. Еще раз повторюсь, это важный момент, чтобы потом мы его не провафлили. Потому что иначе могут быть, как я понимаю, какие-то проблемы или ошибки. HD комбайны. Соответственно, переносим также в папку с игрой сюда, в Custom. И переносим HD Items. Также дополнительно переносим Halo 8 Textures. Это отражение, взятое из Half-Life Alyx. Это тоже не обязательно, это по желанию. Если вы хотите. В принципе, полноценный HD у нас с вами сейчас должен будет получиться. Ну что ж, теперь давайте попробуем запустить Half-Life 2 апдейт и посмотрим на примере того, как все будет теперь ныне выглядеть. Внимание на экран. Звук немножко поменялся. Обратите внимание на эффекты. Собственно, я уже вижу даже асфальт. Более стал протекстурированным, а? Как классно у нас с вами столбики. Ну, давайте ближе к делу, так сказать. Не будем откладывать. И травушка, ребятушки. Травушка, посмотрите, какая. О, какой у нас с тобой асфальт хороший. Прям четенький стал, а? Забавно, что ты появился именно сегодня. О, пол, смотри, какой стал, а? Мы помогали людям сбежать из города пешком, через старые каналы. Это опасный путь. Кажется, мы наконец-то придумали кое-что получше. Давай я куплю тебе воды. Стеночка. Теперь внимание на экран. Звуки, стрельбы. Правильно говоря, что-то здесь какая-то музыка слишком громкая, по-моему, мне кажется, нет? Потому что за ней вообще ничего не слышно просто. Ну, честно, я признаюсь, я ждал чего-то большего. Наверное, можно попробовать будет вместо ММОД, вот этот тут Weapons. Нам с вами просто поставить HD-аудио обычный. Наверное, потому что само по себе качество было не слишком толще. А другой момент, это может быть потому, что в тени стандарта Half-Life запустил, думал, Half-Life Update сортанул. В общем, все это работает в смеси, ребята, Half-Life 2 Update. Сказать прям что-то какого-то ах, вот честно, сейчас я особо не увидел. Повторюсь, вы, конечно, для себя сами решайте, вот, вместо вот ММОД, вот того можно было поставить HD-аудио. Я не стал их просто друг на дружку кидать. В любом случае, изменения есть, как бы то ни было, да? Поэтому тут кому как, наверное, сами для себя решайте, надо вам это или нет, но... На этом, ребятушки, пока что все. Мое дело было рассказать, показать, как поставить, чтобы все работало, чтобы все было хорошо, а вы уже решайте потом, как хотите. Если в Half-Life 2 Update будете играть, там графика будет еще несколько получше за счет просто, ну, так сказать, апнутого движка и некоторых добавленных эффектов. Как-то так. А это покажется все, ребятушки. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и рассказать друзьям. Текстуры, я вижу, все-таки, да, апнутые. Все равно получились более улучшенные, вон. Более протекстурированные. Но тут каждому свое. Так что будет классно, круто, здорово, интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, не приключайтесь с игром на количество гайдов, от SPF. Всего круто, сможете идти у меня на канале. Ну, сказать, что прям уж реально какие-то прям такие прям ах, изменения, наверное, я не скажу. Хотя, по идее, должно было быть не столько лучше. По крайней мере, версия 1.3 там, ну, подавала еще больше надежд. Все было гораздо лучше. Ну, вот с Равенхольмом, там была прям беда вообще конкретная. Так что... До новых встреч, не переключайтесь. И пока-пока, скоро увидимся. Всем пока-два.